У всех? Меня зовут Ангелина, мне 17 лет, и я ДВР. Возможно, у большинства из вас более яркое свидетельство, чем у меня, на первый взгляд. Но у детей верующих родителей тоже очень много, на самом деле, проблем, грехов. И если мы здесь поем, выходим, участвуем, дирижируем, это не значит, что у нас нет проблем и у нас нет грехов, и нам очень со многим приходится тоже бороться. Я родилась в христианской семье, мои родители поженились в церкви, но в скором времени, через некоторые обстоятельства, они ушли из церкви, ушли от Бога. И, естественно, я тоже с ними. И вернулась моя мама, когда мне было 5 лет. Мой отец так и не смог вернуться, он погиб от передозировки наркотиков, когда мне было 8 лет. И у меня перед глазами всегда был пример папы и мамы, мамы, которая, да, она упала, но она вернулась обратно к Богу. И отца, который не хотел идти к Богу, который любил грех, и его жизнь закончилась очень печально. И у меня всегда этот был пример перед глазами. И я понимала, что мне нельзя любить грех, мне нужно как-то с ним бороться. Конечно, не всегда это получается, даже сейчас. Но это моя цель. Как я уже сказала, когда мне было 8 лет, умер мой отец, и через год мама снова вышла замуж за прекрасного человека, который меня воспитал, вырастил. И я ему очень благодарна, он очень многое мне дал, и до сих пор даёт, и мне есть на кого равняться. Я очень благодарна за это Богу. Ну, я, можно сказать так, наверное, лет с 7 я активно участвовала в церкви, с детским хором сначала, потом с подростковым. Когда мне было 13 лет, меня поставили помощником регента в подростковом хоре. Но возрождения как такового у меня не было, и было очень много грехов. В школе я была одна, в церкви я была другая, с родителями я была третья. И очень много лжи было в моей жизни. Этот грех обмана, он очень сильно мною владел. И мне хотелось всем казаться хорошей, что я такая вся правильная, святая. И казалось, для чего мне меняться, если я всегда могу так жить, и могу делать вид, и люди будут мне верить. Но через какое-то время я поняла, что я так жить не смогу долго, что я не смогу притворяться, и мне нужно будет показать себя такую, какая я есть. И мне нужно действительно себя менять, потому что очень много в моей жизни грехов и проблем. И, наверное, в тот момент, когда я это действительно по-настоящему поняла, читая Писание, беседую с папой, папа очень много меня на это направлял, очень часто мне об этом говорил, очень часто у нас с ним были беседы на эту тему, потому что он все прекрасно видел, он все прекрасно понимал и знал. и очень хотел мне помочь. И у него это получилось. В общем, я покаялась, получила возрождение. И с этого момента Бог меня очень сильно изменил. Я стала настоящей, я перестала притворяться. И я понимала, для чего я несу служение. Если я раньше пела, потому что я хотела прославить себя, то сейчас я пою, потому что я хочу прославить Бога, я пою для Него, я думаю о том, что я пою. И я очень благодарна своим родителям за то, что они так поучаствовали в моей жизни и до сих пор меня направляют. Мне очень много чего есть, что менять. И Бог мне помогает в этом. Я это вижу. И через Писание, и через ситуацию с другими людьми мне очень много чего есть, что менять. И я благодарна Богу за то, что Он привел меня к себе. Два с половиной года назад я приняла крещение. И с этого момента я посвятила свою жизнь Богу, хотя даже после крещения сразу было очень много трудностей, испытаний. И некоторые из них я не прошла. И прохожу их до сих пор. И последствия от них тоже несу. Но я хочу еще раз подчеркнуть, что в моей жизни очень большое участие принимали всегда родители. Они от многого меня ограждали, многому меня учили. И поэтому я сейчас стою здесь, поэтому я сейчас здесь нахожусь. Поэтому я с Богом, именно потому, что мои родители знали, как меня воспитывать, и делали это правильно. Спасибо вам большое. Аминь.